В центр экоаналитика входит стационарная лаборатория, расположенная в УЗИ и передвижной экологический пост «Экоавтомобиль». Чудо-машина предназначена для мгновенного эко-мониторинга состояния воздуха. Лаборатория на колесах оснащена автоматическими приборами. Они позволяют выявить количество загрязняющих веществ в воздухе и метеорологические данные, такие как температура, влажность и давление, а еще показать на карте города потенциальные источники загрязнения. Результаты анализа экоавтомобиля проверяют уже в Центре экоаналитики ЮРГУ. Делают это с помощью газохронотомографической системы. Она состоит из масс-спектрометрического детектора и хроматографа. С помощью них мы можем увидеть состав атмосферного воздуха. Сейчас здесь как раз мы видим спектр и пики неизвестного, кстати, вещества, которое мы можем открыть библиотеку и примерно посмотреть, какое это вещество. А потом уже его определить количественно. Приборы уже показали себя в действии. На одном из участков в Центре города ученые зафиксировали повышенное содержание диоксида азота, ядовитого газа с резким запахом, а также аэрозольные частицы от дыма и сажи. Рассеиваются эти загрязнители сами, с помощью ветра. Ну известно, что вот эти вот мелкодисперсные частицы, аэрозольные так называемые, они преодолевают биологические барьеры. То есть они могут попадать в легкие человека, кровь человека. И, конечно, их количество нужно всякими способами снижать. Лаборатория действительно уникальна, ведь в ней впервые в регионе собрали полный набор современного оборудования отечественного производства. Осуществить все это удалось благодаря программе «Приоритет-2030» и при поддержке губернатора Челябинской области. Любой ученый, как нашего университета, так и ученые из других университетов могут воспользоваться этим оборудованием, воспользоваться, в некотором смысле, услугами Центра коллективного пользования для своих научных исследований, как в области химии, так и в области экологии. Помогают ученым и коллеги из других институтов ЮРГУ. Доцент кафедры автомобильный транспорт Владимир Шепелев разработал, как с помощью искусственного интеллекта определить сгрязнение атмосферы транспортными выбросами. Разработку южноуральцев внедряют не только в Челябинске, Магнитогорске, но и в Арабских Эмиратах. Можно приложение будет сформировать, например, маршрут, который тебе построят вот так, чтобы не попадать в зоны превышения допустимых концентраций. Мы не анализируем количество выбросов, которые сложно оценить, а именно определяем и рассчитываем концентрации, что можно как раз проверить на реальных датчиках, приборах, которые как раз и используемы в данной лаборатории. Чтобы разработку ученого смогли пользоваться экологи, результаты исследований нейросети нужно будет проверить. Химикам предстоит доказать, что подсчетам искусственного интеллекта можно доверять.